всем привет привет из батуми мы приехали в грузию для того чтобы рассказать о интересной схеме инвестирования которая существует только вот в грузии да и ну то есть это реально уникальный продукт на рынке он довольно интересное вот почему он интересный этот продукт разработан только в грузии аналогов мире вам не существует и об этом мы расскажем чуть попозже вы увидите как это все строится как это все работает и мы вам на цифрах объясним где плюс а где минусы точнее минусов общения привет это файнэнс бутик наш канал про бизнес лайфстайл которым живут реальные предприниматели о том какой бизнес можно вести за границей о покупке недвижимости и инвестициях добро пожаловать у нас вас ждет море премиального контента вот как и обещали сейчас будем как раз рассказывать про схему инвестирования в грузию который мы выбрали для себя мы и поделимся потому что объемов здесь очень много то есть как бы не страшно если кто-то еще будет делать также да да присоединиться вот получается в чем заключается продукта сам основной этот уникальный продукт он работает только вот сорби групп потому что руби групп договорилась с одним из там крупнейших банков грузинских для того чтобы можно было реализовать такой продукт это по загранпаспорту можно получить кредит надо внести всего 10 процентов стоимости недвижимости да то есть это как бы но вообще сейчас найти да такое но чтобы 10 процентов можно было где-то внести довольно тяжело еще и не резу да там не резиденту получить кредит на нереально да ну то есть таких схем вообще реально нету и при этом получается что ставка кредит дается на 5 лет кредит дается на 5 лет есть два варианта начальный взнос 10 процентов и ставка 9 и 7 а есть 30 процентов первоначальный взнос ставка 83 а это в долларах как бы смотрится это все очень дорого с одной стороны но именно то что процентная ставка высокой именно в валюте но когда-то именно не для себя берешь а именно на под аренду получается что это аренда она окупает взбивает процентную ставку плюс еще отбиваешь там тело кредита и даже то то что он короткий кредит не на 25 лет ипотека да все равно хватает отбить до вот получается что за условно за 400 тысяч долларов мы можем приобрести целый этаж мы кстати покажем сейчас видео как выглядят апартаменты когда даша выглядит сейчас мы прям посмотрим с календаром и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы будем приобретать объект, который сейчас находится в стадии строительства, но смотреть мы будем аналогичный, практически готовый объект. То есть за 400 тысяч долларов приобретается целый этаж, это легко можно переоборудовать как гостиница в гостинице, потому что здание управляемое, то есть компания управляет этим зданием и даже будет заниматься тоже помогать в его заселении. Но можно и самому вливаться в этот процесс, можно как бы что мы и хотим делать, то есть создать некую гостиницу в гостинице и соответственно еще самим регулировать цены, самим регулировать турпоток. Ну и опять же, если мы не будем, допустим, сами справляться с заселением, как бы уже было сказано, то есть допустим мы заселили даже в сезон, ну примерно на 50%, да, то есть мы попросим как бы ту же самую оргогруппу, они нам там дозаселят. У них для этого делается вся инфраструктура в каком формате, то есть у них уже 22 офиса именно продажные ближки открыты, а они планируют открыть больше 200 офисов только для туристов, привлечения именно турпотока, целая холдинговая структура у них тут изначально сделана, все под это, гостеприимство у них на высшем уровне. И из-за этого то, что мы уже гарантия того, что у тебя будет заселяемость даже в сезон, ну 100%. Да, схема работы у ребят такая, как у допустим у Музенидис Групп в Греции, да, там они сначала, ну то есть они строили, да, там потом они заселяли свою недвижимость, получается, ну то есть как бы с помощью, ну как бы туристических офисов и еще и там приобрели там себе авиакомпанию собственную, да, то есть как бы грубо говоря схема работы здесь на этом рынке будет приблизительно такая же, но находимся там, мы в самом начале, грубо говоря, роста, да, в начале развития, да, развивающийся рынок с хорошим легалом, который позволяет там безопасно инвестировать в недвижимость. То есть вот такие вот плюсы мы как бы для себя нашли, такую схему выбрали и вот следующие наши проекты по апартаментам, по доходной недвижимости, а он будет именно в Грузии, потому что как бы действительно смысл есть. смысл есть. Вот, но вы как бы как обычно нам на слово не верьте, лучше сами, сами проверьте, короче, да, то есть лучше самому приехать, проверить, вот зимой в декабре здесь очень прикольно и как бы несмотря на то, что не сезон, вполне много туристов, которые приезжают в казино, которые просто путешествуют по Грузии, там на гастрономические туры, это, конечно, гастрономические туры, это ужас, я уже, наверное, плюс 5 килограмм за пару дней. Вот, так что, да, не тяжело посчитать математику, 10-процентный взнос, да, 8-процентный, условно, 8% кредита на 5 лет и средняя стоимость объекта, да, там, 50 тысяч долларов, да, 50 тысяч долларов, да, и среднегодичная стоимость аренды, ну, где-то, наверное, долларов 55, вот, наверное, ну, в таком ключе стоит посчитать. Ну, да, но мы считали, я считал из расчета заполняемости всего, там, от 60 до 90 дней и получалось, что все равно прибыль есть. Ну, да, при двух месяцах, вообще, допустим, полной заполняемости уже можно гасить, то есть гасится кредит и... Годовой, то есть мы говорим о том, что вы этими, там, двумя месяцами отбиваете годовой кредит, то есть, то есть, если вы не потратите эти деньги сразу, то есть, то, по крайней мере, отложите и закроете, там, весь год. На депозит. На депозит, да, то есть, ну, да, как вариант. Вот, так что, что такую схему вам презентовали, вот, более подробно мы можем расписать ее, попросить ее, там, ну, спросите у нас. Да, пишите нам в Telego, в Facebook, там, в принципе, там, и мы тогда сможем обсудить эту историю. Вот, всем спасибо, что смотрели нас, это Finance Boutique, всем привет из Грузии, очень-очень клево в Грузии, неожиданно, да, неожиданно, очень клево, да, там, в плане отдыха, да. Даже зимой, вот, пока. Пока.